На 18-х святые на Кентьевских образовательных чтениях представители духовенства выступили с инициативами учреждения Дня многодетной семьи на региональном и федеральном уровнях. Проведение второго областного семейного форума в начале следующего года подняли вопрос о настоящем историческом прошлом Биробиджана и проведению исследовательской работы по найденным архивам. В формате парламентской встречи в областном центре форум проходит третий раз. Ее участники обсудили тему православия и отечественная культура, потери и приобретения минувшего, образ будущего. Очень интересно на пути подготовки к этому форуму было познакомиться с новыми архивными документами, которые говорят о первых поселенцах на месте, где сейчас стоит Биробиджан задолго до той даты, которая сейчас является официально утвержденной датой основания Биробиджана. Архивные документы говорят о первых поселенцах уже в начале 20-го столетия. Владыка Ефрем предложил депутатам обратить особое внимание на трансляцию отечественной культуры через казачество, примером которой стали представители казачьего клуба «Атаманец», базирующегося в городской школе номер 8. Также представитель Биробиджанской епархии заручился поддержкой депутатов по вопросу выбора учениками школ модуля обучения по основам православной культуры. Установить на территории еврейской автономной области праздник, праздничный день – это день многодетной семьи. Третье воскресенье сентября. Мы знаем, что есть праздники, день отца и так далее. Целиком этот вопрос досконально будет проработан. Это поручение сегодня отдано депутатам законного собрания. Все депутаты единогласно это поддержали. Тема слушаний традиционно задается форматом международных рождественских чтений, региональным этапом которых является сегодняшний форум в Еврейской автономной области. Участники встречи всесторонне поддерживают слова президента в ходе прошедшей прямой линии о том, что история должна быть правдивой и не обслуживать чужие интересы, подменять ценности. И это участники форума хотят передать подрастающим жителям региона. Екатерина Кувалдина, Денис Листюхин. Новости 21.